Итак, уважаемые друзья, усилиями Алексея Широва короли вышли вперед, противостояние с принцами. Мужской матч на сегодня закончен, а вот у женщин, собственно, вся битва в разгаре, потому что продолжаются целых две партии. Во встрече Заяц Соложенкина неожиданно соперницы согласились на ничью в весьма боевом положении. Вот давайте я покажу. После хода, после того, как белые получили вот эту позицию с пешкой на Д4, они думали, как здесь ее продавить. И неожиданно стороны стали танцевать фигурами туда-сюда. Будь здоров, Сергей Юрьевич. И не нашли возможности продолжить борьбу. В общем, согласились на ничью. Счет стал полтора на пол очка в пользу принцесс. Ну и вот у нас продолжается битва Алисы Галямовой с Мальцевской и Ковалевской с Дмитровой. Ну давайте по порядку. По порядку. На зарядку. Да, здесь, конечно, огромное количество проходов было сделано. Слом Б2, кстати, так и было сыграно. Ладья А4, конь Е5. Вот эту позицию я обсуждал, только здесь предлагал ход ладья Е на Д1. То есть не факт, что надо торопиться с вторжением. Но давайте здесь смотрим, наверное, телеграфной строкой очень быстро. Ферзь Б3. Ой, как здесь все зависает. Слон А3. Я подозреваю, что здесь было очень много непростых вариантов. И, скорее всего, молодая шахматистка просто не разобралась в позиции. Я думаю, что у нее-то было все нормально. Ну, правда, конь на Е5, видим, подвисает. Конь Д3. Слон Б7. Ну вот, перестравилась очень здорово Алиса. И, видите, напала на слона, на пешку на Е4. В общем, белые остались без пешки в итоге. Конь Ж5. Ух ты, смотрите, как мощно, да? Мощно. Хотя здесь, может быть, ход Ф3 все-таки был. Ну там, правда, ладья А2, наверное. Но в итоге молодая шахматистка здесь немножко растерялась. И последовали размены. Да, черные получили просто лишнюю пешку в окончании. По сути, эта позиция должна быть выиграна, я думаю. Так как отдаленная проходная, очень важно наличие коней. Конечно же, это в пользу черных. К тому же, еще как ни странно, вот я не знаю почему, получилось так, что белые еще под связку подставились. Но трудно себе представить, что Галяма может не выиграть такую позицию. Хотя бывало и не такое. Вообще, с следующего хода белых я никак не могу понять. Потому что надскок коня, ну, размениваем ладьи и король выходит. Но, не знаю, может быть, королем все-таки действительно пойти вперед. Во-первых, король может просочиться где-то на королевском фланге. Во-вторых, в принципе, централизоваться просто полезно. Ладья Д6, тогда Ф6. И видите, по второму ряду еще пешка Ж2 подвисает. Не знаю, мне кажется, что Алиса должна, не дрогнувшей рукой, довести эту партию до победы. Ну и, в общем, доказать, кто есть кто в этом турнире. Вот, шансы у нее на самом деле огромные. Ну, а вот сейчас достаточно быстро заиграли шахматистки Ковалевской против Димитровой. Давайте мы тоже просто поймем, как вообще такое могло случиться. Ну, как и следовало ожидать, никакого повторения ходов не было. Екатерина все-таки сыграла Б4. Это абсолютно нормально. Ж5. Ну вот, начинается серьезная битва. Но Ж5 ход, конечно, агрессивный. Он показывает то, что черные намерены на королевском фланге, может быть, как-то атаковать. А может быть, это вообще просто профилактика. Белого коня на Ф4 не допустили. А с другой стороны черный король все-таки лишается пешечного прикрытия. И в будущем, вот как я уже немножко забегаю вперед, вижу, что, в общем-то, это стало проблемой для черных. Конь Е5. Вы знаете, Конь Е5 ход любопытный. Белый просто отдает пешку. Конь Е5. Таким образом, Катя просто пытается вскрыть игру с тем, чтобы до черного короля добраться. Но Александра Димитрова смело забрала пешку. Но вот определенная компенсация здесь у белых явно имеется. Давайте посмотрим, что было дальше. Ну, такие достаточно солидные ходы. Ладья Д6. Как-то белые заползают вперед, потом уходят назад. С5. Кстати, мужественно, так знаете, встречает наступающую соперницу молодая шахматистка. И, собственно, свои фигуры активизирует. Слон Ф1. Ну, наконец-то. Наконец-то Слон Ж2 хоть как-то начал подавать признаки жизни. Вот эта связочка закончилась тем, что, конечно, размены произошли. Ладья Д8. Вот такая агрессия. Белый ферст снимется где-то через Б2. Отправится к черным. Конь Д5. Вот это правильно. Надо коней централизовать. Конь Ф6. Ну, не знаю, можно ли было здесь играть король Ж6. Ну, не рискнула Александра. Все-таки она, знаете как, уплотнила короля. Сделала так, чтобы около короля было побольше защитников. Теперь за него можно не беспокоиться. И черные угрожают ходом Ферз С2. Чтобы разменять Ферзей. Ферзей, на самом деле, с учетом того, что у них лишняя пешка, переход в Эншпиль не входит в планы Ковалевской. Но проблема у белых очень простая. Конь на А2 пока не выползает. И пункт С3, и пункт С1 ему недоступен. Последовал король Ж6. Я не знаю, кстати, зачем ход А4. Вот так довольно трудно сказать. Но Катя, видимо, просто хотела сделать ход. Я пока не вижу, как белым усиливать позицию. Может быть, слон Е2, слон Д1 как-то с идеей ладья С2. Но, вы знаете, по виду все как-то очень уж симпатично за черных. У них и пешка лишняя, и конь на А2 стоит неважнецкий. И, в общем, действительно, белым сложно играть. Ученых, наверное, должны найтись возможность усиления позиций. Я, кстати, думаю, что и позиции после довольно глупого размена на А2 получается у них хорошие. Конь на Ф6 здесь расположен очень удачно. Не знаю, может быть, на королевском фланге можно пока пешечки понадвигать. Вообще, для простоты хотелось бы еще Ферзей поменять. Вот если бы здесь снять Ферзей, так у черных была бы вообще, наверное, технически выигранная позиция. Но как это сделать? Ферзи не снимаются. Аж 3 последовал ход. Ну, я не совсем понимаю, зачем. А, может быть, знаете, что опасалась Катерина? Конь Ж4, конь Е5, конь Ф3. Кстати, вполне резонно. А с другой стороны, а если конь через Д7 пойдет туда же? Да? Просто конь Е5, конь Ф3. Не будет ли здесь черным-белым неприятно, да? Давайте подумаем. Вторжение Ферзя на Х8. Я просто не уверен, я не знаю, что здесь Ферз на Х8 делает. Просто конь Е5 сыграли, да? И на Ф3 какое-то вторжение есть. Слон Е2. Ну, в общем, мне кажется... А, слон Е2, кстати, знаете, какая идея? Где-то слон Х5 сыграть. И Ферз бьет Х7, будет мат. Ну, во всяком случае, можно белыми так испугаться немножечко подобных происшествий. И черными, и белыми, кстати, можно испугаться. Вообще, при желании опасности можно найти за оба цвета, особенно если немножко устаешь и теряешь какую-то уверенность в своих силах. Но я надеюсь, что к соперницам, играющим эту партию, это не относится. Я вижу, что Галямова сделал какой-то ход. А она, кстати, прежде чем активизировать короля, она решила зафиксировать королевский фланг белых. Ходом Ж5. Ну, захватывает просто пространство, а потом следующий ход уже будет король Ж6. Так, что делать белым? Король Д4, зевок из-за конь Б3. Ну, конь Д3, просто вот переход в такое пешечное окончание, мне кажется, что это было бы слишком большим подарком для черных. Ну, здесь понятно, король через Ф4 стремится попасть к пешкам. А если мы играем Ж3, ну, там черные, наверное, прорезают дырочку путем Х4. Ну, и потом идут королем вперед, съедают весь королевский фланг, элементарный выигрыш. Так что конь Д3 тоже ход противопоказан. Но развязаться от связки можно таким образом. Ну, допустим, взяли-взяли, и вот теперь король Ж6. Ну, давайте посмотрим, какова судьба этой пешки Б5. Давайте, допустим, напали на нее, еще раз напали. Ну, и, может быть, как-то так встали. Ну, с другой стороны, опять проблема-то все та же. Черный король, наверное, должен идти вперед. Король Ф5. Он может через Е5 вытеснить коня, потом отправиться на Ф4. Если сыграть Ж3, не пускать короля. Опять-таки остается все тот же план Х5-Х4, чтобы поле Ф4 было у черного короля. Ну, белые здесь просто не смогут съесть эту пешку Б3, потому что в этом случае, ну, я не знаю, какой-то вот такой. Ж3, даже король Е5, сюда, Х5, сюда, сюда, сюда. Ну, не знаю, там где-то, допустим, такой вариант. Если побить на Б3, то всегда получается так, что черный король плечом отталкивает белого, идет на королевский фланг. Ну, и, собственно, снова получается выигранная позиция. В общем, ставлю на Голямова. Я думаю, что достаточно беспроигрышная ставка. И молодой российской шахматистке, конечно, сейчас приходится очень тяжело. Тягаться в технике с такой великой шахматисткой чрезвычайно сложно. Особенно, если позиция, может быть, даже математически проигранная. Есть, есть, во всяком случае, такое подозрение. Вот что хотелось бы за белых добиться, так это разменять коней. Но оставить ладьи, да, допустим, не знаю, может быть, ход ладья Д5, кстати, в этом плане есть. Но идея такая, взяли на Б2, взяли сюда, взяли так, взяли так. Тоже, кстати, нехорошо, потому что черная, вот если была бы одна лишняя пешка на одном фланге, это было бы ничего. Но есть такое подозрение, что пешек-то две. Играем ладья Х2, и, собственно, пешка на Х3 улетает. Ладья Б7, король Ж6, да, пешка Х3 проигрывается, это, конечно, проигранно. Так что здесь вряд ли какие-то сюрпризы возможны, но посмотрим, не будем торопиться. Так, а что у нас по времени? Шахматистки после 40-го хода получили по полчаса на душу населения. Вот у Ковалевской я вижу уже 15 минут, у Удимитровой 21. Так, а в другой паре, в другой паре что у нас? О, у Галямовой всего 11 минут. Алиса довольно долго думала над хоном Ж5. Ну, это естественное желание опытного игрока найти четкое решение. Проблема, вот если она проникла глубоко в тайные позиции и поняла, как надо расставлять здесь пешки, короля и так далее, то дальше она может играть уже достаточно быстро. В общем, судя по всему, ну вот Галямова по идее должна сравнять счет, да, потому что у нас Галина Струтинская слово проиграла, так что принцесса впереди. Ну а у Катерины Ковалевской все-таки похуже. Вот эта позиция, она объективно хуже, не говоря уж о том, что пешки нет. Вот смотрите, конь на Д7 так и сыграла Саша Димитрова. Вот ведь как. Конь идет на Е5, то есть усиление черных налицо. А что делают белые? Ну вот, конечно, конь на А2 где-то Катя не разобралась. Я мог бы открутить позицию на 5, на 10 ходов назад и показать, как этот конь, конечно же, мог активизироваться. Ну, даже, кстати, это не требует особых хитростей. Видите, где вот ладья-то у нас ушла назад. Сейчас ферзь Б2, конь Ф6. Здесь, правда, если сыграть конь Б4 вот здесь, но все равно А5 сыграют. И, видимо, вернут его в стоило, да. Неужели здесь нельзя было как-то, как-то исхитриться, извернуться? Ну вот на ладья Д1, тогда, видимо, ферзь С2. Не знаю, может быть, здесь уже позиция довольно печальная. Если конь СА2 не выходит, это плохо. Ну, а, кстати, а как он отправился на А2? А, вот здесь, да? Вот здесь была связочка. Может быть, через Е2 надо было играть. Вот почему конь пошел именно на А2. Но попробуй вот здесь, вот в этой позиции. Кстати, это 40-й ход. Попробуй здесь догадайся, что конь на А2 может застрять. Вообще в голову действительно такое не приходит. После коня А2, ну, первое, что смотрится, какие-то взятия на С1. Ну, тогда конь выползает в центр. А соперница, смотрите, словно в 7, какой ловкий ход. То есть выясняется, что ставим этого коня под прицел, да? И назад он не возвращается. А после размена на С5 выяснилось, что вот они, поля С3 и С1 как раз находятся под боем черных. Да, я грешу, честно говоря, вот на этот ход конь А2. Наверное, здесь надо было играть конь Е2. Это было гораздо более крепкое и практичное решение. Ну, что сказать, мораль проста. Если у вас есть выбор вести фигуру через край доски или через центр, как правило, надо выбирать центр. Как правило, через центр все-таки более надежный путь. Ну, вот вы помните, что, например, в 8-й партии матч на первенство мира, ближе к первому цветноту, у Сергея Корякина тоже был выбор. Как вести ферзя с А3 на Д7? Через А4, через край доски, или через Д3, через центр? Ну, и вот он, как грамотный шахматист, в свете того, что я сейчас сказал, решил вести через центр и ошибся. У всякого правила бывает исключение. И там возникли конкретные обстоятельства с ударом на Е6. Те, кто видел партию, понимают, о чем я говорю. Так что ни одно правило нельзя понимать в абсолютном смысле. Всегда надо смотреть на конкретику и обязательно могут найтись исключения из правил. В этом плане шахматы действительно исключительно фантастически сложная игра. Потому что общие принципы шахматной игры знают все, от мала до велика. Развивайся, ставь фигуры в центр, блокируй пешки конем, два слона – это хорошо. Ну и так далее. Ставь ладью позади проходной и так далее. Много-много шахматных премудростей. Можно там сделать краткий список всех шахматных принципов. Казалось бы, ну вот следуй им и будешь сильным шахматистом. Ничего подобного не получается. Потому что каждое правило, в общем-то, в какой-то степени относительное. Во многих позициях, кстати говоря, происходит борьба разных тезисов. Вот с одной точки зрения надо вроде бы развивать фигуру. С другой стороны надо ставить фигуру в центр. С третьей было бы неплохо что-то съесть. И с четвертой ты постоянно вынужден выбирать. Вот что важнее, какому принципу надо следовать. Этому, другому или третьему. И, естественно, моя главная мысль заключается в том, что некоторые из этих принципов просто иногда абсолютно не соблюдаются. Вот при попытке им следовать вы допускаете просто конкретную ошибку. Так что надо много считать вариантов. И, конечно, разобраться во всем этом предельно сложно. Но вот уже такая, знаете, это горькая правда, шахмат. Когда вы обучаете детей, то, конечно, старайтесь на этом не акцентировать внимание. И все-таки для начала надо эти принципы все-таки как следует усвоить, изучить. Ну, а дальше уже надо усиливаться конкретно. Итак, после коня Д7 Катерина. Ну, она всегда сохраняет холоднокровие. Но здесь, я думаю, что настроение у нее не важнецкое. Видно, что позиция неприятная. Не знаю, ну, может быть, вот где найти такой сценарий, чтобы конь ушел Са-2? Мало того, что он не выходит, так он еще пушечное мясо. Слон Ж2 сыграл. А, слон Ж2, это идея где-то ходом Ж4, наверное, подрезать черных. Ну, а на конь Е5 что? Ж4, что ли? Вот такой ход? Здесь, честно говоря, меня бы конь С4 ход огорчил. Конь С4, потому что все подвисает, да? Так, слон Ж2. И что на конь Е5-то? Я пытаюсь понять, что тут Катя задумала. Соперница наверняка тоже сейчас думает, ну, допустим, поставила коня на Е5. Конь и на Д3 заползает, и на С4. И, в общем, все радости жизни здесь у черных. Абсолютно все. Что же дальше делать? Сдаваться вроде бы рановато. Но продолжить борьбу чрезвычайно тяжело. Ну, давайте все-таки продолжим этот вариант. Ж4, конь С4. Если взяли сюда... Да просто ферзь Ф5 даже. Ферзь Ф5 и на Д2 берем... А, погодите. Ферзь Ф5, тогда... Здесь какая-то маленькая связочка, да? Конь Д2, ферзь С7 можно съесть. А если король Ф5, то... То... Так. Ну, не знаю. Слон бьет Е4 как-то смотрится слишком. Да нет, ну, король убежит, конечно, от шахов. Ну, не похоже. Я уж... На самом деле, когда взять и на Ф5 смотрю, я, в принципе, понимаю, что... Король может даже на Аш5 идти. Может быть. Может, вообще самое простое решение... А, погодите. Король Аш5, ферзь Ж7 и мат на Ш7. Не, надо все-таки взять. Давайте не будем мудрить. Надо взять и, наверное... И, наверное... Наверное, позиция нехорошая для белых. Комь возьмет на Д2, причем пешку на Е4 еще защитит. Так что здесь я пока не вижу каких-то оправдательных свидетельств в пользу Катерины Ковалевской. Мне кажется, что позиция у нее неприятственная. Неприятственная. Надо ставить коня на Е5 и, наверное, все будет у черных хорошо. Так. Ну, вы знаете, если Александра Дмитрова сегодня выиграет, то тогда у нас принцессы выйдут вперед. Вот у мужчин у нас опыт начал как-то потихонечку передавливать ситуацию в свою пользу. Вчера Дреев победил сегодня Широв. А молодые ребята не используют свои шансы. Ну, кстати говоря, вот эта партия Артемьев-Морозевич, я вот после пресс-конференции взглянул на нее немножко под другим углом зрения. Выяснилось, что действительно позицию черных пробивать было непросто. И вот все эти перестановки фигур оказались, в общем-то, действительно достаточно стоящими. Но это типичный Морозевич. То, о чем я вас предупреждал, что все это выглядит очень странно, порой негармонично, но в нужный момент все срастается. Об этом, да, коня на Е5 поставила Александра Дмитрова. Кстати, в похожем ключе писал Марк Евгеньевич Тайманов после матча с Фишером, когда он проиграл 0-6. И он как раз искренне удивлялся тому, что он видел, вот у него перевес, вот у него, значит, шансы на выигрыш, вот он может пойти в атаку. И вот как он не считает варианты, и несмотря на то, что у соперника вроде фигура стоит не лучшим образом, но как только начинаешь считать варианты, выясняется, что находится защита у соперника. У Фишера всегда находилась защита, и в конкретной игре все как-то получалось достаточно прочно, надежно. И это вот тогда еще относительно молодого Марка Тайманова, в общем-то, вывело из равновесия. Потому что он даже написал такие слова, но я почувствовал, что соперник буквально заколдованный, он почему-то неуязвимый. Несмотря на то, что вот стоит, стоял в некоторых партиях Фишер действительно достаточно сомнительный, у Тайманова был большой, существенный перевес. Но вот чуткого решения никак не находилось. И, в общем, эта заколдованность Фишера приводила к тому, что Тайманов, может быть, на нервах, может быть, на какой-то не лучшей спортивной форме, потом находил возможность ошибиться и проиграл, проиграл все шесть партий. Я думаю, что это, конечно, по большому счету, ну, как-то подрезало крылью Тайманову, который в тот момент был одним из сильнейших все-таки шахматистов мира. Но после проигрыша 0-6, ясное дело, что в Советском Союзе, вы помните, люди со стажем знают, что, конечно, к Тайманову отношение изменилось. Но это поначалу было воспринято как большущий позор для всей нашей советской шахматной школы. Но после того, как Фишер выиграл еще и у Ларсина 6-0, как-то этот позор стал поменьше. Вы знаете, как-то вот казалось, что, ну, во всяком случае, не наш один такой. А потом еще и Петросяна Фишер выиграл в финальном матче претендентов с большим перевесом. То есть поначалу там была достаточно плотная игра, где-то счет 2-2 был, а потом Фишер взял и 4 партии подряд выиграл. Но тут стало ясно уже, что Тайманов не виноват. Смотрите, Ж4 так и сыграла. Так и сыграла Катя. Но я не знаю. Это, конечно, больше похоже на блеф. Потому что после конца 4, ну, вот я как ни смотрю, как ни пытаюсь, как ни стараюсь, ничегошеньки не вижу. По-моему, черные просто могут грубо и тупо кушать эту ладью. ЖФ, король Ф5. И вот здесь моя фантазия истощается. Ферзь Аш8. Ну, какие-то такие жалкие попытки. Но здесь только шаг, понимаете? Пешка на А4 защищена. Ну, побегаем королем, убежим куда надо. Мне кажется, партия вот-вот закончится. И, в общем, Александр Дмитров очень показывает действительно класс. Несмотря на то, что в первых двух партиях она вот так проиграла. Но сейчас мы видим, что шахматистка, конечно, хорошая. Вдумчивая. И, вы знаете, она не замкнулась в своей ракушке. Не было у нее такого, что вот, ой, не бейте меня, ой, я хочу ничью сделать наконец-то после двух поражений. Нет, она все-таки искала встречную игру. Эту встречную игру нашла. И, в общем-то, близка к победе. Близка к победе и Алиса Галямова. Дело в том, что у нас здесь произошел-таки переход в коневое окончание. Ой, в коневое окончание, да. Ну, здесь ход конь С4, такая маленькая красотулька, да. Потому что конь стоит под бой, ладья А3 хода нет. Ну, вот разменялись. Да, но в чем тут смысл? В чем тут приятность позиции белых? Непонятно. Конь Е6. Ну, угроза конь Ф4 создается. Ж3. Ну, я думаю, что черным надо банально потихонечку ввести короля в центр. А вот это продвижение пешки H5, H4, ну, как-то напоследок оставить. Вот. Я думаю, что в данной ситуации пешку на Б4 поставить не будет преступлением. Пока до этой пешки белым далеко. Ну, может быть, не торопиться вообще. Потому что сейчас, видите, перед белым королем какой-то заслончик. Может быть, Алиса думает, играть ли Ф5 или нет. Как знать. Может быть. Ведь вот смотрите, давайте посмотрим. Король G6. Король идет на Е4. Если король F6, еще король сюда выйдет. Ну, правда, вот здесь играем так. Теперь на этот ход так. Ага. Вот, кстати, добежали. Добежали до этой пешки. Эту пешку, кстати говоря, выиграли. И вот здесь какие-то определенные шансики на ничью-то как-то получаются. Хотя пешка на H3, если сейчас будет потеряна, то это, наверное, все-таки достаточно серьезная штука. Ну, вот условно говоря, да, условно говоря, так. И белый король прибыл на Е3. Ну, здесь есть шансы на спасение. Есть шансы на спасение. Хотя вот Ботвинник в свое время вывел такое правило, что если вы хотите узнать, как оцениваются коневые окончания, снимите коней с доски. Снимите коня с доски. Если пешечное окончание, допустим, выиграно для сильнейшей стороны, то и коневой выиграно. Но это правило слишком сильное. То есть, на самом деле, в большинстве, во многих случаях, вот вроде бы пешечное окончание без коней действительно должно закончиться результативно, а с конями держится. Вот здесь может быть такой случай. Все-таки сыграла F5. Алиса решила, что короля в центр не пускаем. Но здесь еще есть попутная идея, что черный тычком F4 могут обеспечить своему коню вторжение на это поле. Так, что же здесь делать? А если сыграть F4, то, ну, допустим, вот такая позиция. Черный король через H5 будет приближаться к белым пешкам. Ну да, кстати, выглядит достаточно разумно, толково. Пока не видно, как белому коню здесь поучаствовать в борьбе. Сюда, ну, допустим, даже... Ну, хорошо. Я вот не знаю, надо ли, можно пока B4 сыграть. Король прикован к пешке на F4, на конь E5, на король H5 туда бежим. Король, конь H4, может быть, так сыграть. Ну, как-то белых неказистых все стоит. Правда, конь G2 есть какой-то странный ход. Защищаем пешку, чтобы король туда пошел. Ну, в общем, еще есть какая-то свобода маневра. И соперницам надо подумать немножко. Кстати, думать-то уже времени не так много. 10 минут у Галямовой, 16 минут... А, 16 минут у Мальцевской, она сыграла король D3. Так. Куда это мы бежим? Куда это мы бежим? Король C3, король B4. Такая идея, да? Так, допустим, если я играю пока H5, король C3, H4. Взяли-взяли. Ну, как-то хочется, чтобы бежек было поменьше, да? Сюда. Сюда. Взяли-взяли. Король C4. Король бежит вперед. И король опять успевает на Е3. Ну, это игровое окончание, в котором, скорее всего, позиция вот эта ничейная, скорее всего. Но с практической точки зрения может оказаться так, что черные смогут замучить белых. Но это, во всяком случае, шанс. Так что король D3 хороший ход. Вот если бы черный король стоял не на А7, а где-то в районе поля D5, я вот гарантирую вам, позиция строго проигранная. Но вот здесь именно положение королей как раз меня смущает. И в этом плане меня смущают вообще и все действия Галямовой. Потому что можно было бы все-таки короля пораньше, пораньше его все-таки в центр извлечь. Но вот она немножко увлеклась этими пешечными движениями. Но здесь, видимо, король D4, кстати, а почему ее смущало? Там конь Е6, конь F4, съедаем пешку. Может быть, здесь надо было начать с хода король G6. Вот Алиса Михайловна что-то здесь хотят. Здесь играем G3. Может быть, вообще получается та же самая песня. Потому что здесь король D4 в какой-то степени угроза. Ну, не знаю. Может быть, здесь как-то чуть-чуть поточнее. Я уж не говорю о том, что здесь конь А4 есть довольно странный ход. Белый король не приближается. Может быть, как-то вот так. Но здесь просто получалась лучшая редакция. Да, вот пока. Кстати, здесь, может быть, черным вообще надо было не конем идти за этой пешкой. Может, короля отправить вперед. Вот это, кстати, выглядит очень опасно для белых. Потому что съедаем пешку на H3. Там пешка H сейчас проскочит. Вот за счет активности короля черные могут выиграть. Так что я не исключаю такой возможности. H5, кстати, сыграно. На король D3 H5 сыграно. То есть Алиса идет как раз вот специально за пешкой H3. Я не исключаю такой возможности, что Галямова где-то сыграла неаккуратно. И не факт, что здесь уже есть выигрыш. Не знаю, кстати, у белых есть забавная возможность сыграть H4. Чтобы вот эту пешку H3, чтобы ее просто здесь не было. Но здесь, если разменяться, то, наверное, шансы появляются на спасение. Но вот не будет ли здесь каких-то прорывчиков волшебных? Да, играем F4. Теперь на HG бьем на G3. На GF, конечно, бьем GH. H, ну вот это довольно опасно, опасно, да? Так, хотя в какой-то момент белый король может и передумать и отправиться на королевский фланг. Нет, позиция выглядит не очень хорошо для белых. Я бы H4 здесь, пожалуй, не играл. Скорее всего, это кончится плохо. Поэтому надо просто бежать за пешкой B4. То есть король C3. Я предложил бы за белый ход король C3. И посмотрим, есть ли там выигрыш у черных. Ну вот для Сашеньки сейчас надо, самое главное, сохранить хладнокровие. Играет она чуть-чуть быстрее, чем соперница. У нее 13 минут, у Галямовой 7. Ну что, играем конь C3. Вообще, для Алисы, могу сказать, с учетом ее громадных амбиций, такого высоченного авторитета, для нее упустить победу в таком окончании, ну, было бы очень обидно. Но напротив нее, объективно, все-таки совсем молодая девочка, которая явно уступает в классе. И, конечно, ты получаешь выигранный Эншпель. Я думаю, что Галямова прекрасно чувствовала, что Эншпель должен быть выигран. Но если получится ничья, это, в общем, будет неприятное испытание. Так, смотрим, смотрим дальше. Так, как там у нас Саша Димитрова сыграла? Да, ух ты, вы посмотрите. Так, конь C4, GF. И здесь не король BF5. По-моему, строго выигрывающий ход. Не знаю, может, она там слон Е4 испугалась. Ну, взяли, допустим. Ферзь B1, король Е5. И что? Ладья D4, тоже король F5. Я как-то вот... Как там в нашем детском стихотворении говорили? Я уколов не боюсь, если надо, уколюсь. Вот так и Шахов не боюсь. Если надо, убегу. Да. Ладья D4, король F5. Ферзь B1, король Е5. Но убегает король, понимаете? Король просто убегает. А белым здесь все-таки с учетом того, что висят две фигуры. Сюда король Е5. Ну что, ладья D4 какой-то ход. Ну, вот вообще без угроз даже. Слон G6 можно сыграть. Ну, что угодно. Фигуры лишние. Знаете, просто лишние фигуры. Хотя, конечно, немножко морочить голову. Белые все-таки могут. Слон G6 вот так как-то сыграем в скрытый шаг. Потом конь C1 сыграем. Ну, в общем, конечно, честно говоря, не могу сказать, что это детский сад. Но, в общем, не очень-то все это опасно. Может быть, конь Е5 просто сыграть, короля увести и так далее. Ладно, но все это уже прошло и проехало, потому что последовало ферзь, бьет F5. Так, 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 так. Да, ну вот я говорил, что здесь ферзь может отступить на вертикальце. То есть идея в том, что, ну, например, допустим, ферзь C2. Кстати, при случае еще слон Е4 подграживает. Погодите, так, так, слон бьет А2 и ферзь D6, да? Вот такая штука. Ферзь D6, то есть пока временно у черных лишняя фигура, но на D2-то теряется. Давайте прикинем, насколько это все актуально. Ну, там пешка на Е4 еще слабая. Вот, наверное, с чем может быть связан надежды. Надежды. Знаменитые шахматистки. Если ферзь E6, ферзь D2, вот, кстати, повисает и слон, и пешка на А5. Так что ферзь E6 не сыграешь. Слон Е6 взяли. Ну, и как-то следующий ход, наверное, ферзь D4. Куда-то с этой пешкой можно цепляться. А вот я не факт, что это, вот я не уверен, что это выигранная позиция. Здесь уже технически проблемы достаточно серьезные. Да, ферзь C2 так играет, Катя. У меня такое подозрение, что борьба-то осложняется. Вот не рискнуло, не рискнуло Димитрова пойти вперед королем. А вот не получится ли так, что и выигрыш как-то у нас может постепенно испариться. Так, еще раз давайте посмотрим. Конь D2, ферзь C7. Что еще? Может быть, не торопиться со взятием на А2, да? Раз пока конь висит, надо пока, может быть, своего пристроить. Ну, куда пристраивать своего? Можно конь F3 шаг дать. У белых теперь нет возможности уклониться от размена, потому что слон на А2 висит. Взяли и скажем Е. А, вот это лучше, кстати. Вот это лучше для черных. Знаете почему? Потому что они собираются не только взять слона, но и ферзь бьет H3. Такая банальная угроза. О, а вот это, наверное, плохо. А вот это, наверное, плохо просто-напросто для белых. Ну, конь С3 вышел, ну, так вот сыграли. А шаг, видимо, будет тут примерно один, да? После короля H5. Ну, что, придется играть в ферзь H2 или ферзь G3. Ну, там просто черных получаются позиции с двумя лишними пешками. Ну, слон против коня абсолютно выигран. Кстати, может быть, если Александра все это сосчитала, то она тогда просто молодец. Просто молодец. Ну, что, Саша, давай. Конь бьет D2, конь F3 и, в общем-то, в общем, цель близка. Так, Мальцевская у нас пока никак не может сделать выбор. Мне кажется, терять время ей здесь нельзя. Вот стоит черным дать один темп. Они, во-первых, короля просто пододвинут H4. И там где-то король через F4 просочится в итоге. И будет плохо. Надо срочно бежать к корольце 3. Бежать вперед и молиться на бегу. Молиться о том, чтобы все-таки удалось съесть пешку на B5 и вернуться в нужный момент на королевский фланг. Я надеюсь, что это еще реально. Но она сомневается. Сомневается. На нее, конечно, давит авторитет соперницы. А на кого бы из нас, дорогие друзья, не давил бы? Я думаю, что на многих мужчин бы давил авторитет Алисы Галямовой. Ну, в свете вчерашнего успеха Валентины Гуниной, которая выиграла в Лондоне представительный мужской турнир по быстрым шахматам, опередила там 3 или 4 десятка гроссмейстеров из разных стран. Причем гроссмейстеры там такие замечательные совершенно. Бакроф, Рессине, Сафарли, полно сильных англичан, шведы, греки и прочие испанцы. Ну, в общем, и наши шахматисты там были. Так что, конечно, Валя просто совершила в какой-то степени подвиг по рейтингу. Она там уступала огромному количеству соперников. Ну, и в конце концов, она девушка. А девушка, а там взрослые сильные мужики. И вот все от нее отстали. Она всех победила, всех очаровала, всех буквально растоптала. Так что Валя просто молодец. И эхо этой победы, я думаю, еще долго будет раздаваться. И в шахматном интернете, и в средствах, в печатных изданиях. Так что, в общем, я считаю, что она затмила и Уэсли Со, который выиграл там супер турнир, и, в общем, всех остальных. Кстати, я знаете, о чем вам не рассказал? Сейчас в Эстонии закончился чемпионат Европы по быстрым шахматам и Блицу. Там у нас потрясающая российская доминация. Чемпионат по быстрым шахматам выиграл чемпион России, собственно, по серьезным шахматам Александр Рязанцев. Второе место, кстати говоря, занял Максим Матлаков. И вот накануне закончился еще и Блиц чемпионат Европы. И там от начала до конца лидировал Дмитрий Андрейкин. Ну, он там набрал очень большой процент очков, от всех оторвался. Просто буквально разорвал турнир. Очень хотелось бы, дорогие друзья, очень хотелось бы, чтобы в Катаре, в Катаре, через недельку, наши российские шахматисты продолжили бы эту традицию. Там состоится чемпионат мира по быстрым шахматам и Блицу. Да, кстати, все так и сделала. Все так и сделала Димитрова. И в этом чемпионате примут участие практически все сильнейшие шахматисты. Мира, и Карлсон, и Ковякин, и, насколько я понимаю, Крамник туда приедет, Анант, и все, все, все. Да, вот так и Ев играет. И наши, конечно же, Грещук, я надеюсь, Андрейкин. Ну, вот, прибудут туда все. И Даня Дубов, и так далее, и так далее, и тому подобное. Ну, вот там мы увидим, действительно, борьбу по гамбургскому счету. Потому что, конечно, чемпионат Европы, вот сейчас, который прошел в Таллине, он хотя и собрал огромное количество участников. Там по быстрым шахматам, по-моему, вообще человек 500 играло. 500 или там 400. Ну, действительно, феноменальная швейцарка. Ну, туда допускали всех желающих. Желающих, но, вы знаете, верхушечка этого турнира, верхушечка, там не было элиты. Там, по большому счету, не было элиты. Ну, там почти вся элита уехала в Лондон. Корякин с Карлсоном по-прежнему отдыхают, залечивают свои раны. Или, наоборот, празднуют завоевание короны очередное. Ну, вот для Карлсона это будет, и для Корякина это будет первое выступление после их матча в Нью-Йорке. И это, конечно, чрезвычайно интересно. Вот, я лично считаю, что явный фаворит в обеих дисциплинах, и в быстрых шахматах, и в Блице, это Магнус Карлсон. Ну, собственно, в Блиц-матче он одолел за две недели до матча в Нью-Йорке. Он в большом Блиц-матче на сайте chess.com встретился с Накамурой, у которого есть такой ореол сильнейшего Блицора мира. Но этот ореол был развенчан и растоптан. Магнус Карлсон очень уверенно выиграл матч, показал, что он и в шахматы сильнее играет, и быстрее, и, в общем, все было в руках Магнуса, и он в этом матче буквально уничтожил Накамуру. Так что на чемпиона мира можно делать ставочки. Только я боюсь, что букмекеры не дадут вам хорошего ответа. Вы вложите туда законный свой кровью и потом заработанный доллар, а выиграете, ну, наверное, в итоге центов 30 или 40 максимум. Потому что, ну уж очень вероятно победа Магнуса. Там же, знаете, там очень длинная дистанция. Там турниры не 7, не 9 и не 11 туров. Там действительно, ну, долгая дистанция, когда там все со всеми успевают переиграть и наиграться в шахматы. Ну, а чем длиннее дистанция, тем, на самом деле, более явно выявляется, ну, все-таки класс шахматиста и его умения. И поэтому, конечно, какие-то случайности могут произойти в отдельных партиях. Но, в общем и целом, я думаю, что фавориты должны доказать свое преимущество. Так, корольца 3 все-таки сыграла Мальцевская. Молодец, только непонятно, зачем же так долго думать. Но, с другой стороны, у нее было время, она его использовала. Вот смотрите, сейчас на циферблате смотрим 11 минут против 7. Ну, совершенно нормальное соотношение, все равно у Галямовой времени меньше. А если здесь после хода корольца 3 еще и непонятно, как выигрывать, то, собственно, время действительно приходится тратить. Ну, у хода F4 я не вижу какого-то большого смысла. Белые даже G4 могут сыграть. И вот здесь до пешек уже попробуй доберись. Так что, по идее, надо играть H4. И Алиса Михайловна именно так сыграла. H4. Но здесь, я думаю, GH не обсуждается. Надо бить. Потому что G4 совсем слабый ход. G4, ну, здесь, знаете, просто даем еще дополнительный темп. Конь черных сразу идет на H3. Единственное, что может сподвигнуть Александру на этот ход, это то, что у черного короля нет пока лазеечки. Но тут все дело в темпы упирается. А давайте посмотрим, что произойдет, если черный король сразу побежит. Вот это, кстати, шанс. Шанс. Вот. Вот так, наверное, и надо играть. Ну, допустим, король D3, король G3. Скажем, сюда. Так, я вот не знаю. Король настолько здесь занимает доминирующее положение. Даже не факт, что надо бить на H3. Может быть, конь G5 сначала сыграть. Конь F4, да. Но конь F4, король, в принципе, на F1. А, ну, кстати, вот здесь можно побить конем на H3, не пустить белого короля на G1. А потом в следующий ход играем конь G5. Пешка аж пошла. Кстати, может быть, выиграно просто. А может быть, просто выиграно. Но для этого надо... Вот сейчас... Вот очень важный момент, кстати. После короля B4. Я думаю, если черный конь отправится туда на H3, то белые, наверное, успеют. Давайте еще раз. Так, так. Сюда, сюда. Допустим, конь F4. Так. Если H3, то конь, наверное, сюда запрыгнет. И белый король пошел. F4? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это малышка-то у нас хочет съесть пешку на H4. Но не останется она так без двух-то пешек. Потому что конь F4, вот это, конечно, как раз понятно и логично. А если черный не соблазняться, шахматы же не шашки, ну так пошли. На конь F3 так пошли. И что? И угрожает взятие и сюда, и сюда. И что тут делать-то? Боже, ты мой! Ух ты, какая идея есть! Может, вообще вот такой есть ход? И перейти в пешечное окончание. Смотрите, черный король расположен неудачно как. На конь F4 бьем на F5. О, какой соскок изящный, да? И потом бьем на H4 туда. А если взять сюда, то так. Тут вообще черными проиграть можно? Так, при случае. Так, так. И не успели выскочить-то. Вот это номер, да? Король C6. Ай-яй-яй, F4. Как талантливо сыграно. Не знаю, может быть, конечно, проигрывает, но сыграно очень талантливо. Вот молодец какая, Мальцевская. Вы посмотрите. Какая девочка-то у нас растет. F4 ход замечательный. Вы знаете, просто этюд. F4 гениальный. Ай-яй-яй. Какой, какой номер. Вы знаете, о черном-то... Кстати, вот вместо хода H4, судя по всему, надо было сначала короля-то подтянуть и только здесь сыграть так. Вот чтобы не было этого ресурса F4. Взяли-взяли. Вот здесь, наверное, уже не получится. Вот это да. Но Алиса просто не предвидела такого коварства. Все-таки король-то у нее далековат. Вы знаете, она переставила ходы. H4 ход, видимо, неточность. Друзья мои, H4 неточность. Надо было сначала подтянуть короля и потом уже разрывать пешечную цепочку ходом H4. Блестяще. Но не подумайте, что я как-то из комментаторских соображений сейчас там какие-то возвышенные эмоции здесь вам в эфир водой. Нет, я действительно впечатлен. F4 это ход замечательный. Просто здорово сыгран. И пешка H4 неожиданно зависла. Ну, а вот эта вот идея, да, что можно неожиданно где-то и в пешечный эндшпиль перейти, ну, это просто здорово. Может, что пешка F5 висит. B4 ничего не меняет. Ну, так сыграли. Взяли-взяли. И что? Ну, и вот. Вот здесь, еще раз повторяю, здесь уже черные скорее сейчас проиграют. Да, F4, браво. F4 это та самая соломинка, которая может спасти утопающего на поверхности. Какая талантливая девочка, да. Вот она, когда пришла на пресс-конференцию, ко мне, часто говоря, немножечко разочаровала тем, что слова не могла вымолвить. Сидела так скромно, вот даже я задавал прямые вопросы, она слова не могла сказать. Но как садится за доску, у нее с ее красноречием полный порядок. Тактику находит. Спасение в тяжелой позиции находит. F4, ну, похоже, просто ничья стоит. Ну, знаете, просто, похоже, ничья. Так что для Алисы Голямовой это просто шок. Просто шокинг. Она сама, конечно, виновата. Но она просто не предвидела, что позиция таит в себе такие нюансы. Еще раз повторяю, наверное, надо было начать с какого-то подготовительного хода и только потом играть H4. А если белые сами играют H4, то этот прорыв все-таки должен побеждать. Ну, а, соответственно, если белые играют король B4, то вот мы как раз получаем ту же самую позицию, но уже с кардинально другим исходом. Ну, давайте посмотрим, здесь F4 не проходило. Значит, взяли. Конь F4. Ну, немножко, конечно, не та ситуация. Король H5 сюда. Так. Ну, может быть, конь D3, F4. Просто на этот ход конь F3, как ни странно. Какие чудеса-то вообще творятся в этом мире. Что такое две пешки лишние, а как выигрывать, непонятно. Конь бьет H3, конь F5. И побили на H4. Что же такое? Что творится вообще в этом мире? Так. Так. Сейчас, 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 сейчас. Понимаете, даже взять на H3, там на F5 же все разменивается. Не знаю, может быть, не король G6, может быть, как-то иначе было. Не, ну, чудеса какие-то. Давайте, а если король H6? Сюда, сюда. Взяли, взяли. F4. Так. Так. Ну, кстати, если вот сыграть конь G6, тут черные вообще без прогресса сидят. Король бьет B5. Король-то черных никуда не выковыривается. Просто не идет. Фантастика. Ну, посмотрите. Ничейный смерть шахмат у нас наблюдается. То есть такое ощущение, что и так, и так все равно спасаются белые. Ну, вы знаете, честно говоря, оскорбляются все наши шахматные чувства. Ну, как так? Ну, отдаленная проходная. На королевском фланге должны же черные хоть что-то получить. Неужели вот этот один ловкий конь настолько силен, что может обмануть и коня, и короля соперника? Да, это удивительно. Но вот здесь сейчас я уже абсолютно уверен. Сейчас вот уже просто все. Вот просто уже ничья стоит на доске. Потому что конь F3, конь H4, конь F5. Ну, что ты тут поделаешь? Да, но вот было ли ученых какое-то тонкое вступление? Можно ли было здесь как-то обмануть белых? Вот это, конечно, вопрос для наших теоретиков, которые должны здесь, конечно... Ну, может быть, мы просто вопрос для компьютера. Включаем компьютер, оставляем его на некоторое время, пьем чай на своей кухне и, собственно, узнаем вердикт этого Эншпеля. Но сейчас, дорогие друзья, сейчас после исполненного хода F4, наверное, партия катится к ничьей. А в другой партии у нас... Ну, да, там Катерина терпит бедствия. Что тут последовало? Конь C3 взяли, ферзь H2. Ну, вы знаете, я бы, конечно, просто съел бы этот ферзя на H2 и выиграл бы банально этот Эншпеля. Ну, вот Димитрова решила, что не надо меняться, при ферзях можно выиграть. Кстати, последовал ферзь D6 шаг. Ну, белый король, конечно, расположен чрезвычайно неудачно. Угрожает ферзь F1 еще с выигрышем, с матом просто, да? Но для начала надо королю как-то устроиться. Не знаю, вот если сыграть слон Е6, где-то, наверное, можно королем какой-то аккуратненький ходик сделать. Я, правда, не знаю, какой аккуратненький ход. Если так, то ферзь G4 есть. И на короле F1 слон C4. А если король H2, то здесь, наверное, вот с этой стороны зайдут и начнут как-то вот снова, снова бить. Ну, здесь слон C4, ферзь G1. Так, ну, хорошо, даже не обязательно. Ну, слон связан, но хорошо. Но здесь все-таки слишком много съедается, да? Ну, как-то, ну, не похоже это на правду. Ферзь F1, ферзь C4 и сдались. Ну, слон Е6, кстати, так и сыгран. Нет, позиция безнадежная. Позиция безнадежная, наверное, здесь, даже невзирая на то, что Катя невероятно удачлива, фантастически изобретательна, феноменально хладнокровна и просто очень опытная в подобных ситуациях. Но даже все ее замечательные качества не помогут компенсировать недостатки ее позиции. Потому что она стоит без двух, и еще и позиция хуже. Во-первых, не хватает двух пешек. Конь по-прежнему уродец. Король фантастически слабый. Ну, то есть просто все бедствия. Вот представляете себе, что боец во время битвы в него попадает снаряд, бомба, пуля. И не знаю, еще петля на шее и подвешивается вверх. Ну, как спастись в подобной ситуации? Вот Ковалевская не раз спасалась в подобной ситуации на войне. Ну, как-то, в общем, мне кажется, что не получится на сей раз. Так, а вот у Мальцевской все, кажется, получается. Конь f4, конь сюда. Ну что, защищать пешку на h4, что еще остается, да? Так. Не знаю, конь d5 какой-то хитрющий шаг. Ну, король d4, потом съедаем. Конь g2. Ну, я не понимаю, что дальше делать. Так. Сюда, 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 сюда. Ну, вот очень важно, что белый король просто прекрасно успевает. Ну, так сыграл. И от пешки h4 вообще не отвязаться. Да, Алиса сейчас явно пребывает в шокинге. Шокинг здесь очень сильный. Ну, конь g2 она сыграла, да. Но у нее, на самом деле, меньше минуты остается уже. Поэтому, ну, вот что тут попишешь. Ничего не попишешь, кстати. Вот очень техничная юная соперница. Невзирая на отсутствие двух пешек. Смотрите, как аккуратно поправляет причесочку. Сейчас пойдет корольком. Будет заедать черные пешки. Ничья стоит на доске, друзья мои. Ничья. Король b4, все верно. Так, а Катерина, ну, слон e6. Вот она пытается как-то улучшить положение короля. Король h2. И вот сейчас ферзь поплывет, как белый лебедь. Как черный лебедь. Черные лебеди, кстати, еще красивее белых. Или красивее. Да? Значит, ферзь h4. Ферзь g4. Ну, там можно, конечно, ферзя на g3 подставить. Ну, это совсем безнадежная позиция. Ну, совсем безнадежная. Не знаю. Там слон d7, слон c6. Так можно переставиться. Ну, пешку на g4, наверное, можно поставить. А потом король бежит на ферзевый фланг. От этой пешки попробуй оторвись. Пешка на a4 еще слабая. Ну, о чем тут говорить? Здесь не нужны какие-то ни комментарии, ни комментаторы. Здесь никто особо не нужен. Я же не говорю о том, что черные могут где-то король g5, h5, h4. Ну, просто лишняя пешка и подавляющий позиционный перевес. Так. Что? Ферзь h4 сыграно. Так. И король g1. Да. И что на ферзь g4? Ну-ка, ну-ка. Эх, Катя, Катя. Да. Ну, с другой стороны, знаете, как судьба все-таки все видит. В первом туре все-таки ее должны были замотовать. Да. Что Саша Мальцевская должна была победить. Но там Кате мне очень повезло. Очень повезло. Во втором туре, ну, все-таки у нее была такая достаточно боевая игра. Боевая партия. Но она и хуже стояла, потом стояла лучше. Но не смогла додавить соперницу. Кстати, вчерашняя партия. Вот видим, что аукнулась как-то Ковалевская. Где-то не хватило ей, может быть, просто какой-то свежести восприятия. Потому что вчера действительно допоздна играла партия. Да. А вот мы видим, что Мальцевская уже успела откушать пешку на Б5. Так. Что? Конь Ф4, да? Вот на Конь Ф4 неприятно то, что такой есть ход. И угрожает взятие. Конь Аш-3 сразу ничья. А на этот ход снова шах. Ну и что тут прикажете делать? Что прикажете делать-то, да? Я думаю, Алиса сейчас просто не может поверить своим глазам. Как так? Один Конь, один Конь в одиночку. Вот это все сдерживает. Все это хозяйство. Это действительно, ну, немножечко странно. Конь Ф4 сюда. А если Конь Д3 вот такой шаг сделать? Ну, как минимум, Король Д3, наверное, есть ход. Потому что зависает и Конь, и Пешка. И мне кажется, что партия все-таки заканчивается. Да, это уже неинтересно. Знаете, дорогие друзья, вот это уже как-то не очень интересно. Мне кажется, что это, в общем-то, все. Так, Ковалевская получила шаг на Ж4. И, конечно, прибывает. Вы знаете, опытные шахматистки у нас просто-напросто, что такое, проигрывают разгромно, да? Вообще, они сейчас полочка на полтора очка, потому что проиграла Струтинская. Сейчас еще проигрывает Ковалевская. И вообще происходит неожиданность. По составу я никак не мог себе представить, что Королевы у нас будут проигрывать. Ну, никак. Я вот, у меня просто даже вот, ну, не укладывалось это в голове. То есть я смотрел на состав и прекрасно понимал, что Галямова должна против этих девочек набрать, ну, 3,5 очка из 4. Ну, просто вот. Вот Ковалевская тоже, ну, никак не должна была уступать. Ну, Заяц, хороший боец, классный гроссмейстер. Королев один побежала Катя. Просто навстречу всем ветрам и всем смертям. Вот, Струтинская находится в блестящей форме. Выиграла чемпионат среди ветеранов. Ну, вот, как-то с девочками, заметьте, с молодыми девочками, как-то у Галины Николаевны пока ничего не получается. Ну, в общем, есть определенные различия между юными шахматистами и ветеранами. Юные шахматисты, конечно, меньше знают, но зато лучше считают варианты. У них сохраняют как-то свежую голову, концентрацию сохраняют. И вот получается, что с практической точки зрения играть с ними иногда даже сложнее. Но такие шахматистки, как Полина Шувалова, они даже, с одной стороны, вроде совсем юные, но вот видно уже, что мастерство есть. Вот просто есть достаточно заметное мастерство. Такая хорошая, плотная кладка. Знаете, как бильярдист, знаете, кладет шары стабильно в лузу. И вот видно, говорят про это именно кладка. Такой вот хороший термин, мне понравился. Ну что, давай, вперед, ферзь Ж2 и все съедаем. Понятное дело, что слон-то связан, но... Но, наверное, пару шахов они, конечно... Что такое? Ферзь С4? Еще раз, почему же не съедено? Я просто вижу, что ферзь через Ф1 идет на С4. То есть мы съедаем пешку на Ф2, потом следующий ход шах на Ф1, ферзь С4 и все защитили. Чего бояться-то? Ну, а это уже нервишки пошли какие-то. Смотрите, ферзь С4. Ага, сказали мы с Петром Ивановичем. Ну, хорошо. Король Е1 не стал играть Катерина, но проверяет соперницу на предмет повторения ходов. Ну, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Король Ж1. Как говорится, пригодится воды напиться. Ну, честно говоря, черные могут, конечно, сыграть просто H5 и попросить белых предъявить документы, а что они вообще могут сделать с этим висячим конем. А вдруг найдется что-нибудь? Ну, как этот конь как-то, конь B5, конь D4, какой-то перескок будет. Или, может быть, Е4 есть какой-то воинственный напрыг пешки, а потом конь на D5 прыгнет. Знаете, ферзь с конем, это такая конструкция. Ну, не знаю, правда, вот и это окончание должно быть, скорее всего, выиграно. Ну, да, вот король на H6 и как-то шахов больше нет. Да, вот видим, что Александра Димитрова почему-то очень-очень нервничает. То есть она почему-то не забрала эту пешку на F2. У нее, между прочим, 5 минут. Именно у Ковалевской был жесткий цветнот-то, а у Димитровой-то нет. Ну, 5 минут. Это огромное богатство. Я говорю, чего же ты так нервничаешь-то, Саша? Ну, с чего ты нервничаешь? Ну, посчитай варианты. Ферзь на G4, ферзь на G2. Все с шахами. Сюда шах, суда шах, суда шах вернулся на C4. Вот получаем ту же позицию, только без пешки F2. Ну, согласитесь, это все-таки, как говорят во многих городах, это две большие разницы. Корольев Семен сыграл. Не, может быть, тоже выигран. Я вот верю охотно. Кстати говоря, сейчас всерьез подвисает конь. Потому что слон защищен, ни одного шаха нет. И коня-то, в общем, могут взять. А если конь куда-то поплывет белым лебедем, то тогда уже забираем пешку F2. Допустим, конь B5. Шажулик. Шажулик. Кстати, тоже выигран. Ну, вот тоже, вот как ни крути. Ну, белый конь, видите, не успел прискакать к полю D4. Ну, наверное, это все-таки печальная позиция. Печальная позиция. Ну, хорошо. Вот нервные движения Александры Димитровой выдают ее в волнение, конечно. Но выигрыш она, кажется, не выпускает. Ферзь E5 ничего не меняет. Абсолютно ничего не меняет. Потому что... А сыгран ферзь D4. Так, 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 так. Ну, я абсолютно убежден, что после размены ферзей окончание, конечно же, выиграно для черных. Ну, просто две лишние. Ну, и все остальное. Надо просто поменять ферзей здесь. Поменять ферзей. Можно где-то, наверное, пешку немножко пододвинуть вперед. Ну, D5 не опасно. Там эта пешка только станет слабостью. Так, так. Конь C5, слон D5. Ну, что тут говорить. Надвинули пешку. Пешки где-то короля активизировали. Пешку на G3 продвинули. Ну, позиция просто проиграна. Понимаете? И так, и сяк, и наперекосяк. Но любой опытный шахматист это понимает сразу. Но проблема Александра Димитровой заключается в том, что она неопытная. Вот я просто за свою жизнь и сыграл тысячу окончаний подобных. И прокомментировал еще штук 500, не меньше. И поэтому, ну, вот здесь не требуется, собственно, никаких раздумий, чтобы это понять. Вот. Ну, а для нее это все не так очевидно. Тем временем продолжаются, продолжаются танцы. Так, Галямова. Да? Ну, вот все, все Мальцевская демонстрирует. Все, и кажется, согласились на ничью, да? Нет. Нет, соперницы просто, видимо, бланки поменяли. Так что на ничью пока нет согласия. Но конь F4. А, ну, теперь-то да. Конь F4. Ну, король D4, да. Король... А, правда, коня на G6 можно перевести. Ну, а что дальше? Да, ну, конь на F4 с шахом все-таки пошел. Так что... Вообще, Алиса Галямова, конечно, я еще раз повторяю, у нее... Ее состояние абсолютно здесь понятное и предсказуемое. Она дико расстроена из-за того, что выигранное окончание не выигрывается. Не выигрывается. Но заход F3, F4, который сделала в окончании Саша Мальцевская, ей сегодня полагается пирожное, как минимум. А лучше всего вкуснейший торт. Но она вообще такая девочка худенькая, ей, мне кажется, это не повредит. Так что тортик ей надо проставить. Родители, тренеры и все-все-все должны наградить Сашу за вот такое упорство и, в общем-то, изрядную технику, которую она продемонстрировала в труднейшем окончании. Еще раз повторяю, на ее месте некоторые сильные мужчины-гроссмейстеры могли бы не спастись. Но вот она, она смогла. Молодец. Ну, хорошо, партия еще не закончена, поэтому давайте я с некоторыми оговорками. Король D4. Да, ну здесь ничего, кроме как конь G6 не придумаешь. Потому что пешку H4 отдавать нельзя, потому что там дальше и на F5 пойдет. Ну, конь G6, ну и так и будем дальше продолжать. Ну, собственно, возникает вопрос и что? Ну, конь G6, король D5, надо как-то стоять. Может быть, вот так вот сыграть? И попросить, ну, тогда снова конь D4. На этот ход снова конь F3. Ну, как-то да. Вы знаете, вот Белом даже негде ошибаться. Была бы возможность ошибиться, она бы ошиблась. Ну, я так говорю, что можно было бы ошибиться. Так, ну вот, наконец-то Саша Димитрова все-таки решилась. Да, перешла в окончание, сыграна H5. Ну, две лишние, две лишние. И, в общем-то, все у нее под контролем. Так что здесь она, конечно, должна добиться цели. Ну, Катя, Катя продолжает. Вот абсолютно вроде бы безнадежная позиция, но она продолжает упорно, значит, биться. Ну, любой ход выигрывает. Слон D7, слон F5. Как ни играй, все хорошо. Черный потом король F6, король E5 просто поставит, выдвинут. Выдвинут своего корлушу в центр. Ну, и все. И, в общем, даже без набега этих пешек все закончится. Ну, слон F5 нужно все. Слон F5 и хотим король F6. Коми B5 вообще не... Даже вот король E7 сыграли, не пустили на D6. Потом слон на C2 где-то идет. Или на D7 съедаем, наверное, просто пешку на А4. Слон F5, кстати, так и сыграл. Катя, Катя, до последнего, да, вот до последнего. Гвардия умирает, но не сдается. Все потеряно, кроме чести. Ну, надо биться до конца. Коми B5, ну, правильно, куда, куда деваться. А вдруг соперница сейчас слон E4 поторопится под вилочку подставится. Ну, вот. А еще есть такая идея. Конь D6, конь B7, конь бьет А5. Ну, вот как-то король E7 уже сыграно и ничего не получается. Угрожает слон D7. Угрожает слон D7. Равно, как и слон C2. Ну, потом черный король уже приближается и весь урожай снимает. Белый король не может активизироваться. На король H2 просто H4. На G3 его никто никак не упускает. Этот ход конь D4 ничем не лучше, потому что слон идет на E4 и пешку защищает. И, соответственно, вражескую пешку на D5 берет под прицел и, видимо, просто-напросто выигрывает. Так, ну что, Алиса Голямова топчется на месте. Король F7. Давайте посмотрим пешенное окончание. Пешенное окончание это... А, и вот здесь король D4, да? Вот, известное, кстати, окончание. На этот ход так. На этот ход так. На этот ход так. И треугольнички, да? Треугольнички. Ну, вот это известная теоретическая позиция, да. Вот здесь... И дело в том, что если... Если, я могу сказать, если белые наивно играют так, то вот эта позиция проиграна. Сейчас я объясню, почему. Так, так, так. Без пешекаши-то, конечно, была бы ничья, но вот здесь... Здесь вот в этой позиции... Вот. А, король, конечно, должен идти. И на F1. Вот теперь прямолиней на король F4 не побеждает. Но черные могут выписать треугольничек. Так, 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 так и так. У белых цукцванг. Все. На король F2 следует король F4. На король E1 просто-напросто прямая позиция. Лоб в лоб. И белые погибают. Ну, все квалифицированные шхватисты знают это. Хотя я вот хотел бы вам сказать, что вот в этом положении, вот да, вот это окончание, однажды в Советском Союзе произошел такой конфуз. Гроссмейстер Юдасин, который тогда, кстати, может быть, и не был еще гроссмейстером, играл против одного мастера, чью фамилию я не буду называть. И Юдасин играл белыми, слабейшей стороной. И он к сопернику обратился. Ну что, ничья, это же известная теоретическая ничья. А соперник просто действительно не знал теорию. Ну и он как-то, ну как-то, соперник такой авторитетный, сказал, что ничья. Ну и согласился. После партии выяснил, что это никакая не теоретическая ничья, а наоборот просто теоретическая победа, которую сейчас все наши детки изучают во всех шахматных школах. Ну, не знаю, любую книжку по Эншпилю. Откройте, вы это все увидите. Да, ну, я думаю, что и Саша Мальцевский это все знает. Ну, поэтому здесь вот в этих окончаниях надо играть, конечно, поаккуратнее. Но вообще, на самом деле, суть заключается в том, что переходить в пешечные окончания белые вообще, конечно, не обязаны. При конях-то все в порядке. Сыграно конь d4, снова конь f3. Снова конь f3 и снова так. Ну да, конь f4, сейчас снова король пойдет на d4. Пешку h4 отдавать нельзя. Да, ну, Алиса просто повторяет позицию. Здесь неинтересно. Давайте посмотрим, как там у нас Катя Ковалевская. Она после кого-то король e7 сыграла король h2. Ну да, вот получается то, что мы с вами обсуждали. Конь d4. Слон e4, сейчас надо играть. Ну и как-то, в общем, слон e4 сыгран. Конь b3 бесполезный из-за хода b6. Конь e6, тогда g4. Ну, в общем, все. Все, Катя, извини, но не вышло. Вот не вышло. Король h3, но и король g4 там нельзя будет оторваться. Король g5 там пешка аж проскочит. Я имею в виду вот эту позицию. Ну что, я уж не говорю о том, что черные могут проявить похвальную жадность сыграть король f6. И, собственно, ничего не съедается. Мне кажется, Катя сейчас при всем ее невероятном упорстве, наверное, сейчас все-таки признает. Признает тщательность попыток. Нет короля h3, смотрите. Вот так еще. Еще сделать пару активных ходов. Ну вот это называется бороться до конца. У черных сейчас будет три лишние пешки. А три пешки, знаете, это все-таки... Это изрядный запас. Ну вот, слон бьет d5. Единственное, что, знаете, вот Саше Димитровой хочется пожелать немножко плавности в движении. Вот не нужно этих резких блицовых движений. Ну у тебя там три минуты на доске. Ну покажи ты сопернице, что у тебя все под контролем, что ты не нервничаешь. Не надо так вот нервы-то включать. Ну позиция абсолютно выиграна. Что тут нервничать? Такие позиции выигрываются руками. И нервную систему надо просто отключить. Ну задача-то для третьего разряда. Ну хорошо, для второго разряда. Ну совсем все просто. Она-то уже, собственно, мастерица, понимаете. Чемпионка мира среди школьников. Все, ну... Но, знаете, когда опытные шахматисты говорят, что не надо нервничать, это всегда такой совет, который по юности, по молодости лет очень трудно исполнить. На самом деле Саша просто впервые играет против гроссмейстеров такого уровня. И, конечно, для нее это сейчас вот момент такого возбуждения. Она, наверное, тоже думает, что же происходит. Елки, напротив сама Ковалевская, а я не это сам ее обыгрываю. Итак, согласились на ничью. Согласились на ничью Алиса Галямова с Мальцевской. Ну что, это, конечно, вот эта ничья для молодой россиянки, ну, сродни победы. Это просто совершенно замечательный соскок и ход F2, F4. Ну а Алиса... Смотрите, она просто трясет головой и думает, ну, как же так? Как я могла так сыграть? Ну, на самом деле, действительно, в какой-то момент Эншпиль стал уже непростой. Вот я могу сказать, что когда черные забыли пододвинуть короля, вот надвинули пешки, G5, F5, там вот вообще не факт, что выиграно. Не факт, что выиграно. И поэтому Алиса, ну, наверное, надо как-то немножко пораньше откатить ситуацию, отмотать пленочку назад и понять, где она ошиблась. Но, конечно, досадно, обидно. И ясно, что для опытной шахматистки это сегодня большая неудача. Но в шахматах так всегда, как и в спорте. Кто-то огорчается, но, соответственно, сопернику есть повод для удовольствия. Итак, мы переключаемся к последней партии сегодняшнего дня. Катя после короля F6 продолжает как-то двигать фигуры. Конь B5. Король E5. Ох, какой замечательный. Замечательный, плотный, надежный, солидный, грамотный ход. Король встает по центру, контролирует все поля. И мы здесь, конечно, отмечаем, что король на G5 не берет из Ашты. Да, смотрите, что такое произошло. Соперницы протянули друг другу руки, но не пожали. Да, ну, просто Катя сдалась. Вот таким ритуальным образом протянула руку и убрала ее назад. Ну, хорошо. Конечно, Катя тоже обидная. Можно понять. Да, это большое расстройство. Она, конечно, дико устала. Она устала еще вчера, когда пыталась победу достичь. Ну, а сейчас, сейчас, сейчас она проиграла. И я вам скажу, что она проиграла по делу. Вполне по делу. Ну, Александру Димитрову поздравляем с первой победой в этом турнире. И сегодня у нас принцессы нанесли сокрушительный удар королевам. Выиграли, то есть, перевесом две партии. Это в очковом эквиваленте, получается, аж 4 очка наварили. Так что, браво, молодцы. Молодцы, принцессы. Молодцы, кстати, и короли, которые сегодня обыграли принцев благодаря победе Широва над Федосеевым. Итак, дорогие друзья, у нас закончился очередной игровой день. Завтра последняя четвертая серьезная партия. Я благодарю вас за внимание. И у принцев, и тем более у королев еще есть шансы отыграться. И смогут ли они это сделать, мы увидим дальше. Я еще раз предупреждаю, что нас впереди еще ждут быстрые шахматы. Так что все самое главное впереди. А наш сегодняшний вечер завершен. Спасибо за внимание. До завтра.